Множество людей постоянно интересуются, почему существуют правши и левши. Это и в самом деле чрезвычайно интересный факт. Нет общепринятого и четкого объяснения, почему одни люди правши, а другие левши. Впрочем, по этому поводу существует несколько теорий. Одна из них заключается в том, что наше тело асимметричное. Правая половина не идентична левой. Поэтому и правое, и левое полушария мозга человека функционируют тоже по-разному. Также нервы связывают каждое полушарие с противоположной стороной тела. Правое полушарие с левым. И наоборот. Отсюда и следует, что если левая часть мозга имеет преимущество, то правая часть тела является более совершенной и лучше адаптируемой. Все, что мы делаем при жизни, все это происходит благодаря левому полушарию мозга. У левши наоборот. Происходит перестановка. Правая часть мозга доминирует над левым. Поэтому такие люди чаще всего владеют левой стороной тела. Такая черта часто передается по наследству. В связи с этим у родителей левшей, скорее всего, родится ребенок левша. А у правшей правша. Приблизительно каждый десятый человек левша. Согласно наблюдениям, среди девушек в два раза меньше левшей, чем среди парней. Такое отличие объясняется тем, что оба полушария головного мозга отвечают за разные стороны жизни. Правая полушария мозга отвечает за восприятие информации и эмоциональность. Поэтому левши все воспринимают обобщенно и интуитивно. Левая полушария, в свою очередь, отвечает за детали и анализ. Поэтому правши более склонны к логике и рациональности. Как правило, в пять лет становится окончательно понятно, левша ты или правша. А поскольку ими рождаются, то и переучиваться не стоит. Причина здесь прячется в работе мозга, который в любом случае не станет от этого работать иначе. Поэтому и переученным левшам бывает и еще сложнее писать и учиться вообще. Согласно социологической теории, благодаря своей исключительности, левши показывают лучшие результаты в определенных видах деятельности. Левая рука часто преобладает у композиторов, художников, спортсменов, руководителей. А правая у лингвистов, инженеров, математиков. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Поддержи новую рубрику, поставь лайк. А чтобы не пропустить новые видео, можешь подписаться.